И всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение второго сезона Морровинд. Ну и совершаем паломничество к семи добродетелям. Для начала нам нужно собрать подношения. Я не взял, к сожалению, подношения для канала Загадок, но на самом деле это и к лучшему. Сейчас сделаем здесь пометочку, чтобы потом вернуться. А пока что отправимся за подношениями. В книжке я прочитал подробно, что нам нужно собрать. Это серебряный меч, дрелкский воск, бутыльки я купил. Что же еще? Муск еще нужно нам собрать. И найти еще лодочника, который нас увезет отсюда. Поэтому отправляемся в Балмару. Хотя могли им божественным мешательством, в принципе. А канал Загадок мы уже оставим на самый последок, потому что потом, я думаю, зайти в Высокий Собор. В любом случае. Ну, как хорошо, левитация-то, да? На полдня, 100 пунктов. Вообще шикарно. Я не знаю, можно ли там постоянно дары так подносить, но в случае нет. А если можно, то это действительно круто. Да, Балмара. Куда хотите. Ну, для начала, я думаю, мы зайдем в магазин оружейника и закупимся паре с бритвы. Нам подойдет как раз-таки. У него всегда есть в ассортименте, ну, это у многих торговцев так, все серебряное оружие. Поэтому возьмем вот серебряный длинный меч. Нет. А, кстати, да, у нас как по весу все отлично. Теперь, теперь-теперь зайдем к алхимику. Так, и тут мы возьмем муск. По-моему, у нее нету дриокского воска, есть только смола. Придется тогда еще в одно место заглянуть. Так, в кальдеру. Вот здесь и мы купим дриокский воск. Такая дорогая вещь. Ну, ничего. Ну, в принципе, по-моему, все, что нужно, я собрал. Ну, если что-то не собрал, то, извиняйте, придется возвращаться нам. Так, ладно, давайте прочитаем. Сейчас нам нужно подумать, что проходить. В принципе, можно отправиться в Гнисис. Там наиболее... Там целых два алтаря рядом находятся. Маска и пещера Коала. Ну, еще у нас призрачный предел. В общем, дел сегодня куча. Тогда давайте-ка... Вальдрум. Чем могу помочь? Гнисис. Ну, и, по-моему, я купил зелье лечения болезней. Но, если что, мы тут посмотрим. Тут тоже должны они продаваться. Именно это подношение нужно в храм сделать. Здесь имеется пепельная маска Вивика. Алтарь маски. И вот она, пепельная маска Вивика. Я ее даже... Ну, ее взять нельзя, друзья. Она просто небираема. Но ее можно, как-то не странно, скомпировать в инвентарь с помощью кода. И она у вас будет так лежать. Но выложить вы ее все равно не сможете. Давайте. Алтарь маски. Исцеление болезни. Добродетель справедливости. Добродетель справедливости. Благодарю тебя за справедливость, лорд Вивик. Я никогда не буду проявлять жестокость или своеволие, е-мое. Ибо лишь честными делами можно заслужить любовь, доверие и уважение моего народа. Давайте прочитаем про этот. Такие мы паломники. Подле алтаря находится пепельная маска Вивика. В огненные дни, когда Дагатур впервые пробрался обратно внутрь Красной горы и пробудил ее, Вивик повел сюда беженцев, изгнанных пламенем и лихом. Изможденные они остановились здесь, на привал. Когда Вивик проснулся, то обнаружил, что его и его спутников покрыл толстый слой серого пепла. Они превратились в неподвижные изваяния, не способные освободиться. Из сердца Вивика исполнилось отчаяние. Но его слезы размягчили пепельный панцирь. Вивик высвободился, сорвал пепельную коросту со своего едва оживших спутников, вдохнул жизнь в их легкие и исцелил от недуга. В том и заключается героизм Вивика, его нежное сердце дало силы там, где не помогла его мощь. Вот так вот, друзья. Что интересно, храм поклоняется Трибуналу, а вот эти все... Как там его? Алтари, они ее посвящены только Вивику. Не Альмалекси, не Сотосилу. Сотосилу понятно и так, но Альмалексия, конечно, там в Трибунале. Она гораздо дальше у нее действовала, не на Вандерфелле, но все равно. Так, что теперь у нас? Пещера Кала. По-моему, у нас она тут не обозначена, да? А, нет, обозначена. Мы ее уже проходили. К ней нужно нам поднести Дрекский воск. По-моему, у нее где-то под... Около воды вход был раньше. Под водой. Вход Пещер Куала. Ага, а где он? Так, по-моему, дальше. Вот он. Надеюсь, там, по-моему, там, по-моему, рыба есть. Или Дриога. Ну, это в любом случае плохо. А, ну, нам дальше и не нужно идти, да, по ходу дело. Не будем дальше плыть. Здесь оставим Дрекский воск. Добродетель доблести, благодаря тебе за доблесть, лорд Вивика. Благодарю. Блин, да что я читал? Я не струшу, не поверну назад, но лицом к лицу встречу своих врагов и свой страх. Почему-то вначале очень сложно все читать, когда еще не рассчитанный. Так. Это у нас... Справедливости. Вот, алтарь чести. В пещере Каала Вивик сражался со Здоровяком, отцом Дриогов. Победив Здоровяка, Вивик сохранил ему жизнь. С тем условием, что сам Здоровяк и его дети сбросят свои крепкие шкуры, и те послужат броней для данмеров. Ага. Как много тут описания про нахождение пещеры, хотя найти ее довольно-таки легко. Ну, вот так вот, друзья. Что у нас еще остается? По-моему, еще два остается у нас. Полякуму, по-моему. А, нет, еще, да, призрачный предел. Нет, мне интересно сейчас Полякуму. Вот, алтарь Смирения. Вот его, я точно не помню, где находится. Расположен к западу от Сурана, на северном берегу озера Амайя, на пути в Пелагеат. А, ну, теперь да, я вспоминаю. Его проще всего найти, если двигаться по дороге на восток. Все, я понял, он на ферме Алофа находится. Так, сейчас обратно вниз. И левитация у нас все еще работает. Хорошо, отлично просто. Хотя, стоит взять какой-нибудь стальной клинок, потому что, я чувствую, ненадолго уже хватит. Так. Ага, вот опять этот баг начинается. Иной раз, да, такое происходит, то, что там вечно куда-то смещаются. А вот этот перевозчик вообще падает вниз всегда. И мы отправляемся тогда, нам нужно в Суран. В принципе, поэтому в Балмару. Или через Сейданин в Суран можно попасть? Не помню, что-то. По-моему, можно. Да. Ну, а, все, пропала левитация, тогда подождем уже. Ну, собственно, если мы пойдем вот по этой дороге. Поляку. А, у нас она отмечена даже. Блин, так это халява, друзья. Я не люблю такую халяву. Я так хотел найти ее. Ну, ладно, черт с ним. Все упрощают вечно нам разрабы. Никакого хардкора. Я буду жаловаться. Это вам не с Карим, конечно. С Карим еще все намного проще. Но все равно. Нет, не падай. Так, а в еще одном, да, у меня клинки есть. Левитация. Ну, друзья, просто наслаждаемся природой, красотой. Летим. Я не знаю, о чем поговорить. Ну, и, в общем-то, по-моему, прибыли. Кстати, вот муск. А, нет. Ну, ладно, хоть воду. А вот это его ферма вроде Олафа. Так, а, по-моему, внутри находился. Нет, нет, стойте, да. Не внутри, конечно же. Что это я говорю-то такое. Где-то рядом с его фермой раньше находился. Что-то, правда, я не помню. Кагутти нас еще заметил. Вот он. А, кстати, вот этому парню можно помочь, его другу. Его Кагутти разлучили там. Но мы этого делать не будем. Все равно ничего в награду не получим. Вот такой злой. Вот оно, святилище по Лейкуму. Да, муск. Благодарю тебя за смирение, лорд Вивик. Я не буду ни задирать нос, ни раздуваться от тщеславия, не буду знать... Но буду знать свое место в большом мире и довольствоваться им. Окей, прочитаем сейчас. Вот так вот. Представляю Вивика, работающего вместо быка. Интересное зрелище. Так, ну и что у нас? Призрачные врата, да? Отсюда долетим. Я бы долетел, но... Не хватит, думаю, у нас... Левитации. Так. Давайте божественные вмешательства. Так и знал, что это был агиат. Это плохо. Не очень там не помог. Хотя, можно до квартала чужезенцев сейчас долететь. Нет, не можем долететь. Да ладно. А, я уже активировал. Неч, прокатись. Ну-ка, довези-ка меня, Неч. Нет, мы падаем. Так, ну и откуда мы поедем-то? Эмм... Получается, что из Альдруна... Ну... Кальдера... Не, Кальдера не то. Альдрун лучше. Где Вивик? Я что-то не вижу. А, вот... Для вас мы организуем специальный тур за ту же цель. Ой, так куда я поехал? Куда хотите отправиться? Верните мои деньги. Грабеж какой-то. Для вас мы организуем специальный тур за ту же цель. Я уже понял, что это за специальный тур был. Ой, господи. Отлично! У нас, как всегда, пепельные бури. Если какая-нибудь сейчас подлая птица сзади нападет... Поэтому надо сохраняться. Нет, не хватит нам. Сто процентно не хватит. А, где тут у нас этот посох-то? Конечно, медленнее, но, по крайней мере, мы можем проходить через горы. Вот Никс Гончия, которая вообще на самую вершину забралась. Это наглость. Ой, все. Пора. Пора уходить в инвиз. Ну и вот они, конечно же. Уже стенка мы видим в Призрачных Вратах. Ну, лучше до самой вот этой дойти. Иначе вы потеряетесь и не сможете найти алтарь. Кстати, именно в Призрачных Вратах мы будем проходить потом основные миссии за храм. Добывать различные реликвии. И вообще, что можно сказать о храме? То, что это самая долгая гильдия. Самая большая и крупная в Муровинде. Здесь больше всего центров. И такие достаточно интересные везде миссии. Уникальные. Поэтому, интересно будет прохождение. Я возьму некоторые миссии с той, либо и с той. В гильдии. Но здесь мы обязательно все пройдем. Не знаю, зачем я прошел через ворота, когда мог перелететь. Опа-на. И нас тут встречает уже пепельный рап. Так, сейчас надо его убить. А, я же в инвизе, да. Зачем? Где-то здесь. Да, вот. Давайте быстро помолимся, а то тут. Призрачный враг. Камень душ. А, да. Тут надо, друзья, выложить камень. А, хотя, бери любой, на самом деле. Мне не важно. Добродетель гордости. Благодаря тебя за гордость твою, лорд Вивик. Я не усомнюсь ни в себе, ни в своем народе, ни в моих богах. И буду твердо держаться их, как их моих древних прав. Давайте посмотрим, что он тут сделал. Ага, призрачный предел. Неприходящий символ несокрушимой воли и могущества Альмсиви. А также памятник данмерской гордости за победу над врагами. И все? Находится там-то, там-то. И все, никакой интересной истории. Ну, просто, видимо, в честь, как бы, Вивика, его победы над Дагатуром и так далее, как бы. Ну, в принципе, можем возвращаться теперь в последнее подношение сделать. А, интересно, когда это магию восстановить. А, я, видимо, к светилищу, да, поглотил. Ну, и отправляемся на третий уровень канала загадок. Канал загадок называется интересно, но на самом деле в нем ничего нет. Хотя, существует дополнение, и довольно-таки интересное дополнение, в котором появляются как раз-таки загадки. Большой лабиринт, в котором вы можете пройти и получить одну из достаточно отличных наград, и причем не имбовых. То есть, там арбалеты прикольные, лук есть, меч и так далее. В общем, советую вообще дополнение это пройти. Непростое, но стоит. Давайте прочитаем. Дышите водами его славы, и путь будет чист. Здесь нам нужно дышать водами. То есть, друзья, вниз и ждем. Это, наверное, была самая сложная загадка. Она, по-моему, даже не расшифровывается в пути паломника. Но вот так вот можно решить. Этот момент очень напоминает Биошок. Инфинити. Это какая-то прямо баптистская религия. Нет, ну я тут реально долго, друзья, думал, как бы как это вообще загадка пройти, что значит дышите водами. Подышал, но я никогда не думал, что тут умереть надо. Иной раз ждал потом две минуты, здоровье было дофига, но все, всплываем. И вот и все. Проход открыт. Здесь Вивик дал длинный меч из чистого серебра лорду Деэдра Мехруну Дагону, дабы не унижать себя, сражаясь с безоружным противником. А, блин, тут были серебряные мечи. Вот я вот, вот прям как знал, я же, вот что не надо его покупать. Я помнил вот стопроцентно, что есть где-то здесь серебряные мечи, вот как-то я невнимательно, да. Забыл. Не покупайте, друзья. Не надо этого делать, можно, по-моему, просто взять, он не обидится даже. Да, тут, кстати, вот такой баг какой-то есть. А, хотя нет, не баг, странно. И что я должен положить сюда? Хм. Вот, возьми, баг какой-то. Не знаю почему, вот такой вот есть. Добродетель учтивости, благодарю тебя за учтивость, лорд Вивик. Я не скажу ни обидного, ни грубого слова, но буду говорить с уважением, даже с врагами моими, ибо разумные речи могут утешить гнев. Так, благословение, благословение канала, быстрое плавание и водное дыхание. Ну, жалко не навсегда. А там что у нас? Там ничего, видимо. Вот так вот, друзья, по-моему, мы прошли все. Все загадки, все прошли, все посетили. Давайте, кстати, прочитаем про канал загадок, я не прочитал. В битве с Мехрун Дагона Вивик предпочел отдать свой серебряный длинный меч в Дайдре Лорда бою с безоружным врагом. Это настолько впечатлило Дримор, самых достойных и благородных из слух Мехруна Дагона, что они и по сей день высказывают приверженцам трибунала своего уважения и почтения, хотя мы никогда не должны забывать о том, что они наши враги. В принципе, можем возвраты сделать. Ну и, коль мы закончили прохождение канала загадок и всех вообще светилищ, то давайте зайдем в высокий собор. Если это так, то, я думаю, нам дадут следующую миссию. Так. А где у нас-то живет-то главняк-то? Даже не помню, да, здесь где-то. К чему? Да, Эдрин Литан. Я уже совершил, да, завершил, отлично. Повышение требую. Новичок. Обращенный, служитель. Отлично, задание. Одна святая здесь, Вивики, заряжает божественной болезнью других. Кто-то должен убедить Танусею, пилот, покинуть Вивик. Святой Пилигрим, любимая в народе, заболела корпусом. И где мне ее искать? Где-то Вивики. Эдрин Литан. Нужно, наверное, спросить кого-то будет. А, нет, зачем сюда зашел? Ты что-нибудь знаешь про Эдрин Литан? Нет, ну, нужно, видимо, в квартале Чужеземцев об этом спросить. Так, ну-ка. Ты что-нибудь у нас? Нет, ничего, не знаю, да. Так, ну, на самом деле, по-моему, немножко не туда я уехал. Нам нужно искать ее, насколько я вспомнил, в арене, а не в квартале Чужеземцев. Поэтому, давайте отправимся сюда. Можно, кстати, спросить. Вот здесь вот, не понимаю, зачем она вам понадобилась, но она сейчас где-то у арены. Друзья, и именно ее очень трудно искать. Они неправильно совершенно подсказывают места. Она находится в яме арены. Смотрит, видимо, за поединками, болеет корпусом и так далее. Так, Морозу. Вот она, Танусея Велот. Как я тебя долго искал. Так, давайте очаруем ее для начала. Так будет ее намного легче убедить. Так, только надо для начала найти еще. Шепот Занитара. Вот так вот. Уйти из города Вивик. У вас божественная болезнь. Хм. Сделайте мне одолжение. Хм, не хочет. Не хочет. Снизилось. Отношения у нас опять. Давайте еще ее убедим. Ты угрожаешь мне? Вы угрожаете? Я тебе даю денег. Да ты угрожаешь мне? Я пойду в круг. А, она сказала все-таки, что пойдет. Я думал, блин, зачем я дал ей еще 100 денег? Ну ладно, оставь себе на поездку до корпуса. Я думал, она не согласилась. Возвращаемся. Надо немножечко в другом месте пометку. Хотя здесь пока что мы миссий много не будем проходить. Нам просто не дадут дальнейшие заповышения. Ну, к тому же, как я говорил, основные все будут не здесь, а... Как это называется-то? Призрачные врата. Так. Да, я убедил ее. И она... Он дает нам два зелья лечения моровых болезней. Новое задание. Мы должны совершить паломничество храм Санктус. Но здесь есть одно но. Нам нужно принять обет молчания. И с этого времени мы не можем ни с кем говорить. А то есть мы не можем пользоваться услугами транспорта какого-либо. Вообще ничего не можем. Нам придется идти пешком теперь. Вот в этом весь, друзья, прикол. В Дагонфелл под строгим обетом молчания. Нам нужно добраться из Вивика до Дагонфелла полностью пешком. Ха-ха-ха-ха. Да. Понимаете, друзья? Чего нам это стоит? И это будет, скорее всего, наша следующая серия. Мы как-то будем вот это делать. Но на самом деле, наверное, мы как-нибудь... Хотя можно было сделать по-умному. Поставить пометку. И потом тупо... Вот вернуться вот таким вот способом. Но я думаю, что это не сильно интересно. А вот так вот надо будет подумать. Но, друзья, мы для этого, скорее всего, используем свиток 500. Хотя, знаете что, наверное, даже... Возможно, мы используем крайне интересный, друзья, свиток, который нигде не используется. Увеличение акробатики 1000 пунктов на 7 секунд. Да. Я думаю, пришло время для его использования. Единственное, что нам нужно... Что-то для замедления падения. Хотя нет. У нас ведь левитация есть. Тогда не надо. Этот свиток используется только для быстрого прохождения игры. А вот так вот я его еще, на самом деле, ни разу не использовал. Поэтому, друзья, следующая серия обещает быть крайне интересной. Как вы думаете, за сколько мы допрыгаем отсюда до туда? Очень интересно. Ну, на самом деле, придется где-нибудь... Вот из Балмары можно, в принципе, допрыгнуть до Красной горы. Насколько я знаю. Может, за два прыжка мы и допрыгаем. Ладно, это следующая серия, друзья. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся.